Привет, друзья! Думаю, ни для кого не секрет, что выходя на пенсию, далеко не каждый пожилой человек способен обеспечить себе достойную старость. И нередко вместо заслуженного отдыха, пожилым людям приходится скорее выживать на мизерную пенсию, находясь за чертой бедности. При этом некоторые вынуждены просить милостыню, а другие же стыдятся стоять на улице с протянутой рукой и пытаются хоть как-то заработать на хлеб. Одной из таких стала и 88-летняя бабушка, которая даже несмотря на погодные условия, готова была стоять на улице целый день и торговать своими произведениями, лишь бы поставить свою внучку на ноги и дать ей шанс на достойную жизнь. Бывшая сотрудница библиотеки Вера Васильевна более 20 лет назад издала сказки собственного сочинения тиражом 2000 экземпляров, но времени их реализовать найти, к сожалению, не смогла. Всё дело в том, что сначала умер супруг Веры Васильевны, и о книгах пришлось на время забыть, поскольку нужно было помогать дочери с маленькой внучкой. Но, как известно, горе не приходит одно, и буквально спустя пару лет не стало и дочери. Обоих близких людей забрал рак, и на всём белом свете у бабушки осталась лишь внучка, которая училась на отлично в университете. И хотя девушки и назначили пенсию по потере кормильца аж в целых 8 тысяч рублей, половину из которых приходилось отдавать за квартиру, но, думаю, несложно и догадаться, что этих копеек хватало всего на несколько дней. В общем, бабушка решила помочь встать на ноги единственному близкому человеку. И именно таким образом она и оказалась у входа в один из гипермаркетов города. Единственной идеей, которая в тот момент пришла в голову женщины, было достать изрядно запылившиеся коробки с теми самыми сборниками сказок и попробовать их продать. Ежедневно стойкая бабушка вставала на рассвете и предлагала свои книги, которые стоили ничтожные 30 рублей. Сами сказки были довольно скромно оформлены, а из иллюстраций в них было всего три чёрно-белых рисунка. Но именно они были очень памятны Вере Васильевне, ведь их рисовала её покойная дочь. Так, несмотря на погоду, бабушка регулярно стояла на том самом месте. И у каждого, кто её видел, не повернулся бы язык назвать её попрошайкой, ведь не теряя собственного лица и не жалуясь на проблемы, она молча стояла, опустив глаза вниз, держа в руках свою книгу. Конечно же, в наше время сложно удивить детей сказками, а поэтому мало кто их покупал. В основном люди брали из жалости, чтобы помочь бедной старушке. И неизвестно, как бы сложилась дальше судьба героини нашей истории. Но, как известно, мир не без добрых людей. Совершая покупки в том самом супермаркете, одна из журналисток не раз обращала внимание на бедную бабушку. И однажды, решившись узнать о ней немного побольше, она и услышала историю Веры Васильевны. После чего даже сделала о ней репортаж. И к всеобщему удивлению, ситуация, в которой оказалась пожилая писательница, вскоре запала в душу миллионов людей. И тогда люди узнали про ещё одну мечту, которой, даже несмотря на все тяготы, всё ещё шла Вера Васильевна. В разговоре с журналистами она обмолвилась, что, продав все книги, мечтает помочь внучке, а на оставшиеся деньги – напечатать новый сборник в память о своей дочери. Однако на это нужно было более полумиллиона рублей, примерно 7 тысяч долларов. И именно тогда и произошли изменения в жизни бедной старушки. Её история настолько тронула жителей целой страны, что общими усилиями для неё открыли счёт в банке, куда любой желающий мог пожертвовать определённую сумму на мечту бабушки. И даже трудно будет в это поверить, но всего за пару недель удалось собрать не только необходимую сумму, но и больше в два раза. Однако и это было далеко не всё. Директор того самого торгового центра, рядом с которым и стояла Вера Васильевна, даже выделил для неё тёплое место, где она сама по своему же личному желанию смогла вновь продавать свои сказки. С тех пор отчаянно пенсионерка превратилась в местную знаменитость, став героем многих шоу и репортажей. Однако всё это было ничем по сравнению с тем, что её внучка в конечном итоге действительно смогла получить путёвку в хорошую жизнь, а ведь это было бы невозможным без помощи бабушки, которая не сдалась и взяла ситуацию в свои руки. К сожалению, вскоре после того, как история этой женщины облетела страну, Веры Васильевны не стала. Не желая отправляться в больницу на лечение, она была одержима закончить последнюю книгу, и именно её самоотверженность и стала причиной ухода. В память о бабушке, смыслом жизни которой был единственный для неё родной человек, внучка Веры Васильевны обещала выпустить тот самый сборник, и, думаю, она этого точно достойна. Ведь в свои 88 лет она не просила милостыню и не опустила руки, а с честью приняла вызов. Уверен, в каждом городе есть свои Веры Васильевны. Они стоят возле остановок общественного транспорта или у входа в магазины, они продают какие-нибудь безделушки, обычно за копейки и не просто потому, что им нечего делать дома, а потому, что они ещё не сдались, и им точно есть за что ещё побороться. Так что если, друзья, вы когда-нибудь увидите их, сделайте доброе дело, не проходите мимо, а приобретите у них что-нибудь, ведь жертву, ничтожно малое для себя, мы способны существенно помочь этим людям. Не знаю, что ещё добавить, просто берегите себя и своих близких, оценивайте это видео и до скорого, пока!